Приехала сейчас к подруге и проезжала перекрёсток такой неудобный. Там мужчина, если его переходит, то мне нужно стоять, ждать между двух дорог. И он начал переходить, и я поворачиваю. Он резко разворачивается и в другую сторону идёт. Но я проезжаю, и он мне такой кричит. Не беспокойся об этом. Раз разворачивается, начинает снова переходить, представляете? Чтобы мне не создавать неудобства, он даже назад полдороги прошёл и сделал вид, что будто бы ему нужно назад. А сам сделал для того, чтобы я не испытывала неудобства. Обалдеть! Я прям еду, мне так смешно. Какие люди тут, а? Утро, открываю телефон. Представляете, мне вот такое уведомление. Уважаемый пассажир, ваш рейс отменён на Лос-Анджелес. Москва, Лос-Анджелес. Меня затрясло. Я давай смотреть, что за фигня. У меня такой дорогой билет куплен на Лос-Анджелес, потому что я с багажом купила. Он стоит 300 долларов. Короче, я давай звонить в Аэрофлот по этому телефону. Вот поэтому. Он не отвечает. Потом, слава богу, нашла другой бесплатный. Потому что платно-то это, извините, меня столько денег снимется. Всё, трубку взял представитель Аэрофлота. Я спрашиваю, почему рейс отменён? Как мне можно перебронировать? Он смотрит, говорит, всё нормально. Нормально улетает в Москву. Я потом смотрю. Представляете, какой-то рейс СУ-106. От 12-го, 12-го, 21-го года. Это что за дата? Отменён. У них какой-то сбой, видимо, в системе, что ли. Ну что за дата стоит? У меня вылет. В другое тоже число. В общем, какая-то ерунда. Видимо, у них сбой в системе был. Вот меня всё аж переколбасило. За фигнёй они мне прислали. Я зашла в личный кабинет. Там всё нормально стоит. Мои эти даты. Ничего не поменяно. Фу, слава богу, ничего не поменялось. Стресс опять очередной. Перед отъездом навожу порядок. В доме. Чтобы мужу осталась чистота. Потому что я, когда приезжаю, всегда очень чисто в доме. Уж не знаю, то ли он прибирается перед моим приездом, то ли раз в неделю. Это остаётся загадкой. Не знаю, как он тут живёт без меня. Но приезжаю всегда всё чисто. Тут тоже всё убрала, пропылесосила. Сейчас посылку отправлю. Последнюю. На кухне всё прибрала. Цветы завяли, выбросила. В общем, чистота и порядок. Вы знаете, у нас всегда чисто, поэтому даже не отлечишь грязь. Эй! Так, сейчас вешу чемодан. Не больше 23 килограмма. Чемодан оказался всего 12 килограмм. Мне в него можно набить и вина, и каких-то тяжёлых вещей. 23 килограмма – это очень прилично. Ну всё. Все посылочки я отправила. Всё, моё сердце на месте, моя душа. У меня муж приходит домой сейчас. Я ему говорю, ты представляешь, мой же рейс отменили. Говорю, мне пришло сообщение. У него было такое лицо. Я поняла, что я ему испортила какие-то планы. Что он, видимо, что-то запланировал. И у него всё, компьютер в голове включился. И было такое ощущение, что он бешено думает, что же делать, что же делать. Я говорю, что с твоим лицом? Он говорит, что ты будешь делать? Я говорю, так подожди, говорю. Это пришло сообщение. Оказывается, не мой рейс и вообще не моё число. Говорю, 12 декабря. У меня такого билета даже нет. Я говорю, это, видимо, был сбой там в Аэрофоте. У него так настроение сразу поднялось. И он такой говорит. Сразу же начал шутить. Говорит, фу, а то, говорит, я испугался. Ты мне все планы испортила. Я как раз на Гавайи билеты купила. В этот период. Но он всё время так шутит, когда я уезжаю, что он якобы куда-то уезжает там на Гавайи. Непонятно с кем. Ну и всё. И у меня это лицо сейчас стоит перед глазами. Представляете, как интересно? Когда тебя спокойно отпускают, у тебя начинаются какие-то подозрения. Чего-то тебе человек отпускает так легко. Значит, что что-то не то. Если тебя человек не отпускает, то ты будешь злиться и говорить, что ты меня не отпускаешь, не доверяешь. Любой вариант найдётся, к чему докопаться. Вот я сейчас сижу и думаю, что это у него такое лицо было вообще потерянное, потерянное. Смотрю сайты, проверяю, которые мы дадим в нашем практикуме. И будут такие сайты неизвестные никому. И девчонки по этим сайтам нашли себе мужа. И вот открыла свой, где мы познакомились с Риком. Это вот такие фотографии у меня были, которые я выставила. И сейчас посмотрела, я ему вот эти фотографии отправляла. Мы с ним переписывались недолго, где-то месяц через сайт. Это Нелли, Нелли. А потом перешли на e-mail. И я, когда с ним познакомилась, я почему-то ему всё время присылала фотографии Нелли. Такая смешная, такая красивая она мне казалась. Это мы с сестрой. Это я написала в анкете, что спорт люблю. Видите, в снегах. Такие вот присылала. Это мы такой классный Новый год с Леной организовали. Проводили вот в таких костюмах. О, это было шикарно. Это тоже осень у нас в Екатеринбурге. Такая красивая. Это я на вечеринке на работе. Это я делала фотографии для сайта. Сейчас смотрю, думаю, господи, какие фотографии, такие вообще нельзя делать. На такие никто не клюнет. Это я ему прислала, как я работаю на работе. Это с Леной мы ездили, катались. На лыжах. Не помню, куда. Это я. Смотрите, какие зубы желтые были. Это еще тут свет падает. Они более-менее. А так они были в два раза желтее. Это я ему какую-то открытку. Видите, написала по-английски. Дорогой. Целую тебя. Это я наши красоты ему отправляла. Ледяные замки. Это дом, где мы жили. Трехкомнатная квартира у нас была, которую мы потом на офис поменяли. Тысячу, ой, миллион доплатили. Это вот наша квартира была на первом этаже. Мы там перепланировку сделали. Вот так вот. Такие цвета у нас были. Красивая мебель. Мягкая и удобная. Это кто-то от Лени прислал друг подарок под Новый год. Корзину с тортом и с шампанскими. Я помню, нам так грустно было. И вдруг в дверь звонок. И представляете, он присылает с Москвы. Повар Лен до сих пор с ним дружит. Андрей. В Турции познакомилась. Вот когда работала. Это моя подруга умерла, к сожалению. Это я где-то... Не знаю, где это я. Дома, что ли? Не похоже. Это на Новый год мы ходили коллективом. Это кот у меня. На меня такой был классный. Это с сестрой, с мамой мы. Тоже у мамы еще в старой квартире. Это на работе с коллегами. Инна и Оля. Это вот с подружкой, с моей любимой. Буду встречаться, сейчас приеду. Вот столько фотографий я ему отправляла. У меня, главное, этих фотографий-то даже нет. Я так с удовольствием посмотрела. Это вот я с Наташей. С моей подружкой. Мы с пеленок дружим, представляете? Это конкурсы у нас вот такие были. На работе. Все отправляла. Это тоже на работе я с коллегами. Это мы отдыхать ездили на наши озера в Екатеринбурге. Это вот фотографию я на сайт поставила. Представляете? Вот такая грустная, сижу с такими глазами. Это в Арабские Эмираты мы ездили. Что там еще у меня есть? Это на велосипеде я каталась, как ошелевая, в Екатеринбурге. Это тоже фотографий. Надо было хоть эту ему отправить. Вот, слушайте, зашла на сайт посмотреть наших женщин. Слушайте, я бы ни одной не написала. Во-первых, никто не улыбается. Ну вот это еще ничего. Потом посмотрите, какие фотографии дурацкие выставляют. Ну что это, в каких-то цветочках? Ну вот, смотрите. Ну вот кто обратит внимание? Мои-то так вообще, это что такое? С цветами, с охапками. Вот тут вот такая грустная сидит. Улыбаться надо, улыбаться женщины. Видите, у нас зубы плохие у многих. Ну вот тоже ничего не видно, но фигуру хоть видно. Ну вот, что это? Слушайте, такие фотографии, вот я как мужик, я бы ни на одну не обратила внимания. Ни на одну. Вот на эту еще более-менее. Что-то какие-то оформления. Это вообще перевернутые. Ну смотрите, какие мрачные, такие тяжелые, лица обреченные. Улыбок вообще нету. Ну вот смотрите. Вот на курсе мы все покажем, как делать фотографии. Мы знаем такой классный способ, как сделать шикарные фотографии, на которые клюнут. Проверено уже на сто раз, на сто раз. Но это не курс, а практикум у нас. Готовим в поте лица. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!